Всем привет! Перед вами сражение в турнире на карте Царь Горы. Турнир у нас, который уже закончился, нужно было транспортники возить. И попал я на 26 ранг. Вот хочу показать крайне грамотное применение сильных сторон конфедерации, против которого, скажем так, довольно тяжело что-то предпринять на таких вот картах, на которые не слишком открытые. Но обо всем по порядку. Смотрим. Я выхожу в ЕГХАМ. Принял решение играть ЕГХАМом, таким жестким рашем, без выхода в авиацию. То есть все ресурсы вложить в ЕГХАМ, постараться. Посмотреть, что из этого получится. Собираем армию в два завода штурмовых машин, завод спецмашин. У нас тут уже несколько ЕГАМ есть. Можно отправляться в атаку. Итак, выезжаем. Противник пока активности не проявляет. Итак, смотрим. Противник вот сейчас проявил активность, вглядит торами. И очень крепкие здания. То есть я бью их и понимаю, что там кто-то очень большой, потому что здания так долго не бьются практически ни у кого. В общем, понимаю, что там торы. Я катаюсь. Причем катаюсь не по центру. Видите, я ехал тут возле кустов, чтобы противник вряд ли по мне попал. И тем не менее он попал. Он зацепил. Убил мне хама. Убил мне парочку юнита еще. В общем, не очень хорошая вещь получилась. Потери. Потери. То есть ЕГАМ крайне мало полезен, когда у противника есть торы. К большому-большому сожалению, если есть торы, то любая атака наземка практически становится бесполезной. Вот. Однако я понимаю, что тут не так много шансов, поэтому буду пытаться его дальше прессовать. У меня уже нет возможности куда-то отступать. Сейчас моя главная задача просто отвлекать своим катанием Мегахама. Пытаться не давать его за ней в центр карты. В общем, вот как-то так планировал. Там я начинаю делать кречетов. Ну, а здесь он опять, я не знаю, чудом, чуйкой, вообще не без понятия. Но опять попадает торами прямо в точку. Тут я делаю кречетов, но... Возможно, нужно было делать раньше. В общем, у меня опять потери противник до сих пор. Никаких потерь вообще не понес. Собственно, ситуация выглядит довольно плачевно. Катаюсь, и он опять зацепил меня, к счастью, не так сильно, но зацепил. И вот смотрим, тут Зевса щит, грады. И тут не так-то просто будет сражаться. Он включает щит, раскладывается, и поэтому мне приходится отступать. К счастью, он тут промахивается. Я вовремя отступил. Раскладываюсь опять, бью его Зевса. Противник отступает. Я, соответственно, тоже отступаю. Надеюсь, что Яга Хам мой не вынесут. Он тут зацепил торами. Почти добил Хама, но... К счастью, чуть-чуть не добил. Подъезжает еще парочка Ягов. Я сейчас на восстановлении сижу, потому что понимаю, что крайне мало жизни у меня у Хама. Осталось с таким запасом жизни. Особо не покатаешься. В общем, делаю кречетов. У меня сейчас 5 кречетов. Буду делать новых. Вот он торами бомбит. К счастью, не попадает. И смотрим, он выезжает в атаку. Я кречетами на развороте пытаюсь забрать щит. Но забирать кречетами щит, это гиблое дело. Лечу опять. У него тайфуны есть. Пока не слишком много. Однако достаточно для того, чтобы покосать кречетов. Здесь он едет. Я к нему с фланга врываюсь. Пробиваю. Он торами опять промахивается. Я хорошо вернулся. У него то ли 2, то ли 3 тайфуна. Однако кречеты себя не очень хорошо чувствуют. Тайфуны под щитом. Их тяжело убить. Я опять выезжаю к Гахамам. Все тем же отрядом. Буду пытаться его запрессовать. Вот у него видим... Ага, сейчас посчитаем, сколько там тайфунов. Раз, два, три, четыре. Уже 6 тайфунов. Значит, я не досчитался. Так, у него уже 6 тайфунов. Много зевсов. У меня практически ничего нету. Торами меня опять накрыли. Ну, это вполне ожидаемо. Итак, я вылетаю кречетами. Буду бить тайфуны. Вот тайфун под щитом. Умирает от 6 кречетов. Нужно сразу 6 кречетов, чтобы их убить. Ну, довольно много. Учитывая то, что они постоянно дохнут еще эти кречеты над тайфунами. В общем, пока довольно плачевно выглядит ситуация. То есть, торы убивают любую наземку. Тайфуны прекрасно справляются с кречетами. Вот я только с дозаказа несколько кречетов дозаказал. И вот только сейчас я смог добить тайфуны. Уже совместно с Эггхамом противника прожимаю. Он торами опять попадает. К счастью, не всех добил. В общем, кое-как отбился. Но этого явно недостаточно. Я потерял один аэродром. Тут я встрою новый. На снабжении сейчас нужно как можно больше юнитов клепать с разных заводов. Отправляемся небольшим отрядом опять же на разведку, чтобы противника отвлекать. Торами промахнулся. Там буквально на пол клетки. А этот отряд торов прекрасно попадает. Ну, в общем, тут вообще Эггхам делать было не нужно уже. Просто нужно было сдаваться. Да и все. Потому что противник очень уверенно себя чувствует. Тут нет особо возможности его как-то перехитрить. Потому что проходы узкие, откуда не поедешь, везде будут торы. И куда на полетишь, тут есть тайфуны. Плюс я не могу атаковать его базу кречетами, потому что там были ПВОшки. Насколько я помню. Сейчас там одна ПВОшка, но плюс тайфуны. В общем, здание крепкое. 26 ранг все-таки. Атаковать кречетами его здание практически бесполезно. У меня, в принципе, почти нет юнитов. У моего противника целая большая армия. Тайфуны под счетом, чтобы их вынести, нужно 12 кречетов. Это как минимум. Но я думаю, и того больше надо. Собственно, тут торы, зевсы. Это абсолютно без шансов. Это слив. Абсолютно очевидный. К большому моему сожалению, тут с трудом себе представляю, что можно было сделать, если честно. Может, у вас будут какие-то мысли. Буду рад услышать. В общем, надеюсь, вам бой понравился. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok